За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 88 происшествий. Из них 6 преступлений по всем преступлениям, лица, причастные к их совершению, установлены. Привлечен к ответственности 41 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате ДТП женщина доставлена в Нинецкую окружную больницу. В связи с изменением погодных условий и образованием гололеда на дорогах, сотрудники ОГИБДД ОМВД России ПАНАУ призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов. А пешеходам, в свою очередь, соблюдать правила дорожного движения и переходить проезжую часть только по пешеходному переходу. Особое внимание необходимо обратить на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Для видимости ребенка на дороге родителям необходимо к одежде или к портфелю прикреплять светоотражающие значки-фликеры, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Уважаемые жители Ненецкого автономного округа и гости города Наринмара, выражаем слова благодарности за поддержку и участие в онлайн-голосовании за старшего участкового полномоченного полиции Управления МВД России по Ненецкому автономному округу Шестарева Стаса Игоревича, который представлял наш округ на заключительном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2016». В настоящее время подводятся итоги конкурса. Торжественная церемония награждения победителя конкурса состоится 17 ноября, в канун профессионального праздника – Дня участкового полномоченного полиции. В преддверии Международного дня слепых, который отмечается 13 ноября, на территории Ненецкого автономного округа ежегодно проходит традиционная акция «Белая трость». Белая трость – это символ слепых, она помогает незрячим людям ориентироваться в окружающей среде. Для незрячих людей перейти дорогу – это настоящее испытание, в связи с чем в правилах дорожного движения прямо указывается на то, что во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водители обязаны пропустить пешехода, подающего сигнал белой тростью. 9 ноября участие в акции приняли представители Ненецкой местной организации Всероссийского общества слепых, сотрудники госавтоинспекции округа, представители Департамента здравоохранения и социальной защиты округа, дара дорожного движения Дома детского творчества Наринмара, представители окружного собрания депутатов округа. Данное мероприятие направлено на привлечение внимания водителей и общественности к проблемам слабовидящим и слепым пешеходам. Юидовцы совместно с сотрудниками госавтоинспекции вручали водителям листовки с напоминанием о необходимости особого отношения к незрячим участникам дорожного движения. Во Дворце культуры Арктика состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 10 ноября в Управлении МВД России по Ненецкому автономному округу состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, с участием приглашенных руководителей и представителей органов исполнительной и законодательной власти округа, местного самоуправления, правоохранительных органов, председателя общественного совета и совета ветеранов при УМВД, представителей общественных организаций, религиозных конфессий, а также представителей средств массовой информации. С поздравительной речью к сотрудникам и ветеранам, а также к приглашенным гостям обратился начальник управления МВД России по Ненецкому автономному округу, полковник полиции Олег Яковлев, который поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение служебных обязанностей, вручил почетные грамоты и благодарственные письма управления, медали и ценные подарки сотрудникам и ветеранам УМВД, а также пожелал здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в служебной деятельности. Приглашенные гости выразили сотрудникам УМВД и ветеранам службы слова благодарности и поздравили с профессиональным праздником, а отличившихся сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации среди детей сотрудников управления проводился конкурс рисунков на тему «Мои родители работают в полиции». В Наринмаре состоялось посвящение детей в отряд юных инспекторов движения. 11 ноября в УМВД России по Ниньском автономному округу в торжественной обстановке состоялось посвящение в отряд юных инспекторов движения. Начальник отдела госавтоинспекции округа Александр Стрепетилов вручил юным инспекторам движения удостоверения, значки и подарки, а юные помощники в свою очередь произнесли клятву юидовца. В преддверии празднования Дня юриста в Наринмаре состоялось проведение ежегодного турнира по волейболу, в котором приняли участие сборная команда судов округа, собрание депутатов, прокуратура и команда «Динамо» УМВД России по Ниньском автономному округу. Команда «Динамо» УМВД одержала победу, сыграв со всеми командами турнира. И в торжественной обстановке участники команды награждены дипломом и Кубком победителя. Руководство и личный состав Управления МВД России по Ниньском автономному округу поздравляет сотрудников управления с победой, а всех юристов с наступающим профессиональным праздником. В настоящее время через портал государственных и муниципальных услуг в сфере миграции предоставляются следующие услуги. Выдача заграничных паспортов гражданина Российской Федерации нового поколения. Выдача заграничных паспортов гражданина Российской Федерации старого образца. Выдача и замена внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации. Адресно-справочная информация для физических лиц. Постановка и снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания. Постановка и снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства. Оформление приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства для физических лиц Оформление вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства Оформление иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание По вопросам миграции, паспорта, гражданства, вид на жительство, разрешения на работу и иные иммиграционные вопросы можно обратиться в отдел по вопросам миграции в УМВД России по Неневскому автономному округу, а также пройти по адресу gomvd.mvd.rf. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя!